Всем привет! Сегодня уже 1 ноября, Московская область. Погода у нас отличная, солнечная, до 12 градусов тепла. Ночью, конечно, заморозки до минус 2. Я сейчас нахожусь в стеклянной теплице, в маленькой. Я здесь выращиваю перцы и огурцы. И хочу вам показать, что здесь творится, чем я занимаюсь, ну и небольшие покупки растений. Теплицы, они у меня обе стеклянные, я обязательно мою, дезинфицирую с осени. Но весной просто промываю обычной водой снаружи и внутри. Так, что сделала? Это я собрала и занесла все фигурки цветника. Их можно было бы и не заносить, потому что все изделия сделаны из шамотной глины. Они переносят все неблагоприятные условия. Но на всякий случай заношу, зимуют все у меня в тепличке. Но обычные фигурки обязательно нужно заносить, потому что они портятся. Между прочим, вот эти две фигурки, это подарок от зрителя моего канала. Приготовила, также собрала немножко золы, это для высадки растений. Также уже обрезала фуксии. Они у меня на штамбе, росли в открытом грунте. Значит, я их выкопала и посадила вот в такие высокие горшки. На дно я уложила это мох с фагном. Земля легкая, перемешанная с торфом. Посадила сюда фуксию. И также замульчировала мхом и пролила. Вот сегодня или завтра я их буду убирать в подвал. Они у меня будут зимовать в подвале в лежачем положении. Посмотрим, что получится. Самбовые фуксии я выращиваю только первый раз в этом году. Но такие фуксии кустовые у меня зимовали в подвале и все хорошо. Также я выложила на просушку это мох. Я им буду мульчировать и он должен быть сухой. Здесь в грядке я прям в горшках прикопала. Это черенки гортензии. Их, наверное, еще и плохо видно, потому что листва облетела. Это черенки этого года. Гортензия крупнолистная. Вот она. Бесконечное лето сорт. Здесь видно еще листики остались. Это гортензии метельчатые. Здесь и поларбир, и самарская лидия. В общем, здесь несколько сортов у меня. Как видите, замульчированы горшки всех хвойным опадом. Вокруг горшков я тоже замульчировала. И они у меня вкопаны практически полностью. И вот как раз вот этим сухим мхом я буду мульчировать и закрывать укрытым материалом номер 60. В общем, все гортензии будут у меня зимовать здесь в теплице в прикопе. Дальше у меня покупки. У меня на следующий год в планах создать каменную горку и высадить 6-7 хвойных растений. Это такой немаленький список растений, которые будут у меня расти на каменистой горке. Где вот минус стоит, это растение, которое мне нужно будет или приобрести, или посеять. Вот овсяница сизая я буду высевать, потому что у нас она дорогая. Кочки покупать одна кочка 400 рублей стоит, это дорого. Потому что мне же не одна кочка нужна, а минимум 10. Поэтому я решила высевать. Тем более у меня опыт посева и выращивания овсяницы есть. Я уже в цветнике в своем показывала. Вербейник нужно будет докупить, флок шеловинный докупить, бересклейт форчуна, не знаю под вопросом. Барбарис обязательно низкорослый. Дальше камнеломка. У меня тоже будет 4 сорта. Белый сорт я высевала, у меня куртиночки 2 растут. А тут я купила еще профессиональные семена. Несколько сортов. Очень красивые. Я сделаю обзор на семена, которые у меня пришли. Проф семена. Очень красивые цветы. Также купила 2 сорта лаванды. Новинка для меня. Тоже буду высевать. Ну а так в принципе все растения у меня уже в наличии есть. Так, и покажу, что еще докупила. Приобрела. Ну это наверное я месяц назад уже купила. Значит армерию купила. Балерина лилак. Это тоже как почвопокровный многолетник. Вот такой кучкой растет. И маленькие небольшие цветочки. Вот данный сорт это такой лиловый. Очень красивый. Мне нравится. Армерия. Купила 2 кустика. Это тоже точно такой же сорт. Также приобрела абриету. Значит сорт акцент бургунди. Тоже как почвопокровник. Очень красивые у нее такие. Я ее купила цветущие. Несколько цветочков. Были яркие насыщенные цветочки. Очень красивые. Я хочу эту картинку разделить на 2. Высадить. Тоже как почвопокровник. Многолетнее растение. Красиво. Будет мало. Я решила, что докуплю. Купила сальвию лесную. April 9. Такие цвета лавандовые. Я просто обожаю как в саму, собственно говоря, лаванду. Такая красавица. Так, это почвопокровник какой-то. Не знаю, потому что один вот такой кусок лежал просто здесь в горшке. Я его прикопала. И смотрите, уже пошли прям новые веточки. Такой почвопокровник. Игульчатые листики. Я люблю такие. Они очень красиво смотрятся с камнями. Ну и моя любовь с краю высажена. Это осоки. Я знаю, что в среднем полосе не все осоки вообще выживают после зимы. Но я купила, не удержалась, потому что они очень некрасивые. Это осока Альболиниата. Купила 2 куста. Лист у нее варегатный. Смотрите, какой красивый. Просто. И очень такие мелкие нежные соцветия у нее. Я надеюсь, что она у меня после зимы на следующий год выйдет. Это вообще моя любовь. Осока. Я ее давно искала. Не во всех питомниках она продается. Осока власовидная бронка. Красно-коричневая краска листьев. Это просто невероятно. Не зря ее власовидной назвали, потому что у нее действительно вот эта листва. Она как волосы. И на нее очень приятно смотреть и очень приятно трогать. Вот так она проходит сквозь пальцы. Это, знаете, действительно прям волосы. Купила 3 горшка. Я надеюсь, что она у меня перезимует. Я так почитала об этом растении, конечно. Самое главное еще ее правильно посадить. Это она возвышенность. Я буду ее высаживать на альпийскую горку. И чтобы почва была дренированная. Что будет у меня в любом случае. И я надеюсь, что она у меня перезимует. Потому что буду я ее мульчировать уже в открытом грунте. Зимовать она у меня здесь будет в горшках. Я еще ее замульчирую, как и все асоки. Я надеюсь, что она переживет зиму. И еще одна асока. Буханана. Буханана называется. Тоже такой медный у нее цвет. Листвые. Но она, видите, более прямо стоячая такая. Один куст взяла. Вот это. Вот у кого растет асока волосовидная в средней полосе России. Напишите, удалось ли вам ее сохранить после зимы. Вышла она ли после зимы. Ну, очень красивая. Прям цвет такой медный. Невероятный. Когда на нее попадает вот в теплице солнце, она прям играет вот этим медным цветом. Красавица вообще. Так. Дальше. Буду высаживать, значит, я хвойные растения. Я купила уже для начала это сосну Шверина. Шверина Витхарс. Вот такая. Значит, стоила она 4,590. Я ее, насколько помню, я ее покупала два месяца назад просто в твоем доме, мне кажется. Я ее купила со скидкой. То есть на нее была хорошая скидка. Ну, как видите, она не в таком, знаете, не прям в супер состоянии. Вот. Сосну Шверина я очень давно хотела. Она одна из самых дорогих. Очень пушистая, очень нежная. Длинные вот эти вот иголки у нее. Замечательно. Но она и медленно растущая. Очень красивая. Я надеюсь, что когда высажу в открытый грунт, это буду делать только весной. Зимовать тоже она будет в теплице. Я ее прикопаю. Я думаю, что в открытом грунте она у меня все-таки пойдет. Надеюсь на это. Замечательная сосна. Одна, мне кажется, из самых красивых. Так. И что еще купила? Это две лиственницы. Лиственницы я тоже очень люблю. Они мне очень нравятся. Значит, заказала я у... Я не знаю, как это назвать, человека, который прививает, занимается экспериментами, в общем, прививками. Кулибинда. Значит, купила по почте. Мне пришло месяца два назад. Я купила лиственницу Стив Виппер. И... Не пендула, а как она называется сейчас? А, репенс. Вот, репенс. Значит, смотрите. Вообще у меня... У нас еще будет эксперимент с лиственницами. Стив Виппер. Лиственница у меня есть на штампе штамп метр шестьдесят или шестьдесят пять. Просто красавица невероятная. Не зря Стив Виппер называют одной из самых красивых, пушистых, замечательных лиственниц. И я ее купила. Значит, этот человек, который занимается прививками, он делает прививку на нижнем... То есть, видите, да, здесь от земли, ну, сантиметров, наверное, двадцать. Вот это и есть штамп. Чтобы удешевить пересыл лиственницы и стоимость самого саженца, он делает прививку низко. Но что он делает? Сейчас я вам просто буду говорить и сопровождать его фотографии. Это не мои фотографии, а его фотографии, как он предлагает поднять штамп у лиственницы. И у него это получилось. Я тоже хочу сделать так, как сделал он. Значит, сейчас, видите, опора небольшая, потому что она у меня будет зимовать здесь в горшке. Значит, буду я ее высаживать. Поставлю хорошую опору. Вытяну вот этот штамп из лидирующего побега. Вот оно. Примерно сейчас он метров... Сантиметров шестьдесят. Примерно сейчас, на данный момент. Я буду вытягивать, сейчас я встану, до метр семидесяти, не менее. Затем он предлагает срезать макушку на нужной длине вам штамба. Все. Вырезать вот эти боковые ветки. И эта лиственница начнет давать боковые, значит, ветки. Так как эта лиственница плакучей формы, то она будет, конечно, вот свисать эти веточки, как у обычного высокого штамба. Я думаю, что это вообще идея замечательная, потому что это растение стоило, сейчас вам не соврать бы, но раз в пять дешевле, чем я купила бы лиственницу на штамбе в минимум в метр шестьдесят. Листницы сейчас очень дорогие, а особенности випер одна из самых дорогих лиственниц. И чем штамб выше, тем лиственница, конечно, дороже. Видите, она уже, конечно, облетела, поменяла свой цвет. Но я надеюсь, что у меня в следующем году получится вытянуть ее на штамб метр семьдесят пять. Я примерно так рассчитываю. Вот, и в итоге, сейчас я вам покажу фотографию, должна получиться вот такая красавица. Это фотография этого человека. То есть эта фотография, конечно, не моя, понимаете. Ну, и еще одна лиственница, это сорт Репенс. Репенс это тоже плакучая форма, только у нее, в отличие от Стив Виппера, хвоя. Ну, знаете, такая менее пушистая, она зеленого цвета, а у Стив Виппера голубовато-сизая, очень красивая. Ну, Репенс тоже довольно-таки неплохая, красивая лиственница. Ее хочу сделать по-другому. Смотрите, здесь штамб вообще сантиметров десять он прививал. Значит, я ее хочу точно так же вытянуть на штамб, этот лидирующий побег. Но я ее буду делать на арку. То есть будет у меня стоять арка, и я ее посажу возле арки и буду ее вытягивать вот такой, да, по форме арки. И вот эти веточки, которые будут идти плакучей формы, они будут свисать с этой арки, создавая вот такую ширму. Вот, если я найду фотографию, я примерно покажу, что в итоге должно получиться. В общем, будет вот арка из лиственницы. Я думаю, что это будет очень-очень красиво. Обычную лиственницу, многие вот задают вопрос, можно ли обычную лиственницу поставить на штамб, ну, такую, да, дикую. На штамб, чтобы она была вот такой плакучей формы, или ее, значит, поставить на арку. Нельзя, потому что лиственница обычная, она будет стремиться всегда вверх. А именно плакучая лиственница, она будет создавать вот такой эффект, да, ширмы вот этой вот красоты плакучести. Потому что весь, вся красота вот этих сортов в их плакучести. Поэтому вот как-то так. Тоже они мне здесь будут зимовать, я их прикопаю. Они примерно одинаковые сейчас длины. Ну, здорово. Дошли саженцы просто отлично. Он их доставляет с открытой корневой системы. Ну, знаете, как, чтобы удешевить пересылку, опять-таки, да, все для клиента. Он, значит, вытаскивает из горшка, в котором росли эти лиственницы. И с этим вот комом, прям как горшок, он запечатывает в этот, ну, в клеенку, или, как сказать, в скотч этот. Вот. И она доходит полностью, даже ни капельки, вот этот ком не разрушается. Вам просто с этим комом остается только посадить его в землю, и все. Опять-таки, в горшок просто чуть больше диаметра. Замечательно. Мне очень понравилось. Я у него на следующий год еще хочу купить хвойные растения на штамбе, маленькое. Тоже по цене очень хорошая у него цена. На альпийскую горку посадить. Мне очень нравятся маленькие штамбы, как смотрится на альпийской горке. Ну, вот, в принципе, все. Конечно, я все растения вот сегодня буквально пролила водой. Сделала такой заряд водный для растений. И для фокси обязательно нужно, чтобы они влажные уходили в зимовку. Ну, и, конечно, хвойные. Так, что я вам еще хотела показать, покажу теперь еще камни для альпийской горки. Это камни, которые я собираю для альпийской горки. Они с нашего участка и с нашей деревни. В общем, выхожу в поле, подкапываю лопаты камней. Если они небольшого, среднего такого размера, я сама загружаю в машину по несколько штучек и привожу. Если, конечно, вот такие побольше, то мне помогают. Я их откалибровала покрупнее, там, среднее. Здесь в ящике мелкие. В общем, все сгодится, я так решила. Значит, будут еще установлены каменные корыта. Это настоящий камень, в котором вырезано отверстие. Тоже сюда будут высаживаться растения. Очень красиво будет смотреться. Здесь корыта, но это корыта уже без дна. Видите, только стенки. Тоже красиво будут смотреться растения. И вот такое еще корыта. Это тоже без дна. Конечно, будут, может, какие-то фигурки. В общем, сейчас рисуется, то есть, план растений, которые будут расти на каменистой горке, на альпийской горке. Я не знаю, как это назвать. Составлен, то есть, растения какие у меня будут. Но остается мне еще получше прорисовать форму, где будет и как находиться у меня альпийская горка. То есть, глазами я понимаю, как что, но мне нужно прорисовать обязательно это. У меня как-то спрашивали, делала ли я план цветника, который создавала в прошлом году. Обязательно я прорисовываю примерно хотя бы контур и расстановку растений. Конечно, по ходу действия кое-что будет меняться, но здесь уже никуда не денешься. Вот, в принципе, у меня на сегодня все. Все, что хотела, я вам показала. Подписывайтесь на канал обязательно. В следующем году будем создавать альпийскую горку и высаживать хвойные растения. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok